Друзья, всем привет! На связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, где мы говорим о развитии инвесторского мышления. Сегодня хотелось поговорить об ошибках, которые люди совершают в период кризиса, и даже не столько ошибках, а действия, которые стоит воздержаться. Первое, о чем хочется сказать, не нужно делать каких-то сильных, значительных действий. В период кризиса очень много частных инвесторов допускают такую ошибку, что они выбирают один, максимум два класса активов. То есть, если у них уже был диверсифицированный портфель, они очень сильно его сокращают, боятся, потому что все упадет. И, скажем так, пытаются найти, обсудить, где-то на каких-то каналах подсмотреть. В долларе будет спасение. Первый вариант, все перекладываем в доллар. Доллары – это фантики, будет высокая инфляция, вот есть криптовалюта, биткоин, его больше не печатается, у меня защита будет в крипте, все в крипту. Кто-то там биткоин покупает, как эталон, кто-то эфирум только покупает, кто-то там покупает фонд из криптовалюты, все туда. Самое главное – не совершать активных действий, не совершать агрессивных действий. Вы должны понимать, что вот эта возможность или вот эти вариации, которые появляются, они возникают не только у вас. То есть вы живете в социуме, вы живете в экономике, в экономике есть люди. И эти люди, тем или иным образом, если мы говорим про Россию, они примерно получили идентичное образование. Они имеют примерно такой же доход, как имеете вы. Они получают ту же информацию, которую получаете вы. Выводы этих людей очень схожи с вашими собственными выводами. И это получается некая толпа, которая сделала выводы и приняла решения на основе одного и того же информационного поля. Причем у нас идут там некие сложности с образованием, у нас идут сложности с критическим мышлением. То есть у нас постепенно уменьшается вот это вот критическое мышление, и мы получаем все за чистую монету. И у нас люди, особенно молодое поколение, для нас является аргументом не какое-то научное фундаментальное исследование, а для нас является аргументом то, что написано в Википедии. Я вам просто ради интереса хотел, вот можете тоже посмотреть где-нибудь в Ютубе, забить в поисковый запрос времена года Вивальди и посмотреть, что вам выпадает. Своим детям, соответственно, хотел включить в машине, да? Я просто обалдел, то есть я потратил там 2-3 минуты просто, чтобы найти оригинальную дорожку времена года Вивальди. Чего там только нет, и какая-то электронная музыка, или еще что-то, да? То есть это вопрос опять критического мышления, да? То есть у нас очень сложная проблема добраться до истины. У нас ведутся гибридные войды, в том числе, где доля информации занимает очень большой вес. И вы на основе этой информации, или инвесторы на основе этой информации принимают определенные решения, и это большинство, и формируется некая такая толпа, которая идет и бежит, покупая доллары. Все бегут. И здесь начинают срабатывать рыночные законы спроса и предложения. То есть возникает большое количество спроса, а предложения нет. И цена начинает расти. Где разум у кого-то как-то сработал, не купить доллары по 140, по 150, они начинают переориентироваться в недвижимость. Если деньги большие. Если деньги небольшие, бегут в, покупают иностранную технику. Если вообще ваши маленькие деньги скупают гречу, соль, керосин, спички, вы понимаете, что это толпа. То есть она начинает метаться. То есть вы не единое разумное существо в этом мире, которое вы считаете, я вот так вот сделаю, и будет несчастье. Вы должны понимать, что рядом с вами вас пихают с каждого плеча, поджимая толпа, которая хочет сделать то же самое. То есть вторая ошибка – это бежать за толпой то, что делает толпа. То есть чтобы зарабатывать, нужно идти в противоход. И когда мне сейчас говорят, Максим, что значит идти в противоход? Когда происходит пожар, страховка от пожара взлетает в небеса. Но это логично, да? То есть когда вы понимаете, что вы теряете объект имущества, застраховаться, то есть хотя бы получить какую-то денежную компенсацию за это, вы готовы заплатить любые деньги. И чем больше и дольше горит этот дом, тем больше растет страховка. Потому что вопрос восстановления этого дома – одно дело, горит комната или крыша, или чердак. И другое дело, когда там уже все это сложилось. Вам уже страховку продавать никто не будет. Или она будет стоить столько же, сколько стоит построить новый дом. И поэтому вопрос заключается в том, что ошибка – отсутствие диверсификации до кризиса. Очень хорошая статья недавно вышла. Центробанк дал разъяснение, почему половина золотовалютных резервов России оказались номинированы в долларах и евро, и не находящиеся на хранении в России, в российской юрисдикции. Потому что по-разному к этому можно относиться. И можно ругать Центробанк и говорить все сволочи, что потеряли половину золотовалютных резервов. Но Центробанк с позиции разумности, он очень правильные вещи сказал. Он говорит, что есть два типа кризиса. Первый – есть классические финансовые кризисы перепроизводства, которые бывают каждые 7-10 лет. И, соответственно, в этих условиях, когда происходят такого рода кризисы, наиболее ликвидными инструментами являются облигации и являются наличные валюты – доллары и евро. В случае, когда происходят геополитические кризисы, ну вот как сейчас мы это наблюдаем, блокировка золотовалютных резервов или части золотовалютных резервов, то есть геополитические риски, да, потому что, опять же, до России была ситуация с Кореей, была ситуация с Ираном, была ситуация с Венесуэлой. То есть присутствуют риски, ты можешь не понравиться там ребятам с умными лицами, сидящими за столом G7, G8, G20, которые скажут, ну, ты нехороший, ты нам не нравишься, и поэтому мы блокируем твои резервы. Чтобы этих рисков не иметь, соответственно, должны быть альтернативные валюты, в виде юаня должно быть золото, потому что, когда происходит глобальный кризис, то золото и юань становятся менее ликвидными, потому что они тоже подвержены поток капитала в первую очередь с развивающихся экономик, и золото, кстати, падает тоже, в том числе тогда, потому что в этот период растут крепкие резервные валюты, доллары и евро. Опять, почему я про это говорю в качестве ошибок, да, что получилось? То есть, да, с одной стороны, то, что мы видим, и опять же, у нас же фокус внимания на негатив, на говно, да, то есть, мы говорим, половину золотовалютных резервов потеряли, но, слава богу, что есть другая половина. И второе, мы сопоставимо заблокировали активы иностранцев на территории России на тот же самый объем, то есть, ну, такой зеркальный ответ. Когда я говорю применительное к людям, отсутствие диверсификации, влюбленность в определенный актив, кто-то влюблен в криптовалюту, кто-то влюблен в недвижимость, кто-то влюблен в исключительно российские рынки ценных бумаг, кто-то влюблен в индексное инвестирование, кто-то влюблен во всесезонный портфель. И получается, что когда у человека есть вот это вот для меня нормальное, я только в рамках этого действия, и отсутствие глобальной диверсификации, это самый большой риск, который можно получить. И не только в кризисе. В кризисе это особенно проявляется. Потому что в кризисе, как раз-таки, когда идет концентрация в одном активе, и происходит удар по этому активу, какой-то внешний, то становится очень болезненно. Нет компенсирующего механизма. И то есть задача всегда иметь компенсирующий механизм. Если у вас есть кэш, он должен быть распределен на рубли, доллары, евро. Если у вас есть активы роста, то должны быть акции российских, китайских, американских компаний. Если у вас есть облигации, облигации должны быть опять же российских, американских компаний. Если у вас есть ресурсы, это не только золото. А если золото, это не только там обезличенные металлические счеты или монеты, или слитки. То есть, когда это все диверсифицировано, да, это получается, что у вас есть страховка от всего по чуть-чуть. Где-то сработает, компенсирует, где-то потеряете, но в среднем баланс, он будет соблюден. Почему я сейчас чувствую себя спокойно, почему я не пытаюсь найти какого-то негатива и на этом фокусироваться? Потому что я понимаю, что на это я уже повлиять не могу, на то, что произошло. Я смотрю на свою ситуацию внутри. Что произошло с моим капиталом? В условиях всей этой неопределенности, условно в рублевом эквиваленте, потеря капитала там минус 2,5%. Гипотетическая инфляция, которая может быть, которая может составить 20%, и у меня потеря капитала минус 2%, я понимаю, что то, что мне компенсирует инфляцию, у меня есть акции российских компаний-экспортеров, у меня есть акции иностранных компаний через фонды купленные, у меня есть золото непосредственно купленное, которое торгуется и котируется в долларах, и которое пересчитывается в рублях. То есть у меня наряду с кэшем, у меня присутствует еще ряд активов, которые мне вот этот инфляционный риск в будущем компенсируют. И это вот самая большая беда, что люди начинают искать спасение, когда уже пожар горит. Это надо делать до того, а не во время. Ошибкой можно назвать то обстоятельство, что не то, чтобы бежать за толпой, а делать резкие действия. И когда совершаются резкие действия, резкость этих действий, опять нужно понимать одну вещь, что вы не один, эти резкие действия совершает целая толпа. А резкие действия это волатильность. Есть такое понятие маркетмейкеры. То есть маркетмейкеры это люди на бирже, которым биржа платит какую-то там или комиссию, или какой-то доход, что они поддерживают двухсторонние котировки. Ну то есть они поддерживают котировки на покупку и на продажу. На какой-то определенный объем, который они могут поддержать. И как правило там определяется средняя цена, среднее значение между тем, по чем покупается и по чем продается. Когда происходят резкие действия, и эти резкие действия совершаются большим объемом, то очень сложно рассчитать справедливую цену. Вот почему были остановлены торги на московской бирже? Почему у нас проводились аукционы перед тем, как в принципе открыть торги? Потому что получается большое количество участников. Кто-то говорит, вообще блин, акции нужно продавать, бежать, все продать по любой цене. Главное здесь по любой цене не находиться в этом. Причем по любой цене хотят продать все. И все хотят продать. То есть обратная история с долларом, с точностью на 180 градусов. Всем нужны доллары, все хотят купить доллары. У кого доллары есть, не продают, потому что они самим нужны. И обратная история. Все хотят продать акции, никому акции не нужны. У кого акций нет, вообще никакого желания покупать нет. И возникает вот этот вот дисбаланс. То есть маркетмейкер, условно для того, чтобы прокатировать какую-то цену на какой-то актив, он начинает устанавливать очень большие спреды. То есть когда началось движение в доллары, очень много желающих купить и нет желающих продать, то тот, кто в итоге продает, он специально завышает. Он не будет на себя брать рыночный риск. Он вам завышает курс и продает по 150, по 160. Когда человек совершает резкие действия, он даже покупает по 160. И потом, когда открывается биржа, он начинает смотреть и говорить, блин, что я сделал. Ну то есть если вы что-то совершаете и хотите купить или хотите продать, вы совершаете это вместе с толкой и совершаете это резко. То есть вы весь объем хотите разгрузить. И вся толпа это хочет сделать. И в этом случае контрагент всегда найдется. Ну то есть если вы продаете, то должен найтись покупатель. Если вы покупаете, то должен найтись продавец. И в этот период зарабатывает вторая сторона сделки. В этот период зарабатывает тот, кто находится на противоположной стороне от вас. почему я в этот период зарабатываю потому что когда продавались доллары да я смог продать по хорошей цене причем даже не в банке в банке не продавал по 80 да я просто сказал ребята у меня есть доллары наличные да кому надо я сейчас в принципе имея в наличными кэш я прихожу к людям да там все что нужно купить не знаю электробайк захотел купить себе и ребенку да просто взял написал ребят давайте в долларах рассчитаемся при этом я у меня средняя цена покупки доллара там 71 72 с половиной то есть я получил то что мне нужно за более низкую цену рассчитавшись валюты и купив два раза дешевле по той цене по которой я согласен продать они доллары по такой цене не купят поэтому в этом случае я как бы непосредственно выигрывают и вот это вот четвертая ошибка заключается в том что когда вы совершаете резкие действия вы должны понимать что вы проигрываете и чтобы эту ошибку нивелировать дождитесь нормальной ситуации да когда вот эта вот вся толпа убежит когда спреды опять сузится и когда будет нормальный диапазон даже если это будет дешевле страшного ничего нет это еще раз к вопросу диверсификации диверсификация по классам активом по инструментам это самое надежное спасение потому что вы в этот период времени просто можете выбирать что у вас стоит больше всего где идет наибольшая эффективность где идет наибольший ажиотаж и просто тихонько отдавать это в рынок и покупать то что наоборот все скидывают сейчас все боятся дефолта ошибка ли это запасаться чем-то материальным не оставлять вообще себе наличных но мы говорили в одном из видео что такое дефолт там забросали камнями до заплевали что россия не заплатилась допустила дефолт почему опять страшен дефолт потому что банкротится предприятие увеличивается безработица теряются вклады чем запасаться да ну то есть какими-то товарами длительного пользования в кредит их покупать ну для чего это делать то есть чего непосредственно бояться если ты покупаешь допустим акции компании магнита который просто взял там переписал ценники условно на гречку да и у него увеличился объем торгов то есть у магнита него может быть небольшая относительно наценка он может поднял цену не потому что хочет на этом заработать ему просто поставщик повысил цен до из рисков инфляции но из-за того что эта толпа бежит толпа бежит скупать гречу толпа бежит скупать сахар толпа бежит скупать соль кто-то покупает там бочки до начинает канистрами возить бензин солярку с этих самых заправочных станций если вы это опять же понимаете осознаете то есть это движется толпа останавливайтесь не бежите со всей столпой а просто смотрите а а что за ларечник там стоит кто вот это вот все продает там толпа там не знаю бежит по по пустыне и ларек стоит посреди пустыни до чистая вода лед шаурма и ты просто такой останавливаешься да и смотришь так куда бежит толпа и толпа короче подлетает воду лед шаурму давай все голод жара все нужно остынуть а ларешник просто там видят что спрос большой да он поднимает цену в это время не стоит покупать тоже воду лед и шаурму по космическим ценам а может подойти к ларешнику и сказать слушай дружище у меня как бы капитал есть давай я тебе дам и мы еще через два километра один ларек такой поставим потому что всем не хватит да и те кто прибегут ко второму ларьку они заплатят еще больше то есть вот философия разумного инвестора да не просто не идти вместе с толпой а понимать что толпа куда-то бежит и так как экономика это совокупность всех сделок купли-продаж появляется рыночная неэффективность появляется страх люди готовы платить любые цены то есть нужно понимать кто стоит на обратной стороне если про недвижимость посмотрите внимательно на строительные компании что у них с рентабельностью какие у них построены объекты скорее всего эти компании у них будет все хорошо с прибылью в следующее время да потому что толпа побежит покупать недвижимость если мы опять говорим про сахар соль гречу и прочее окей кто на второй стороне x5 магнит лента но опять же их скорее всего ограничить антимонопольная служба они не смогут делать высокие наценки них просто высокий оборот будет что все равно приведет к увеличению маржи если мы говорим про сахар если мы говорим про подсолнечное масло да есть акции компании rus agro они мне во первых до этого были куплены во вторых скорее всего там после закрытия инфраструктурных рисков там с прибылью все может быть очень даже неплохо на противоположной стороне стоит русал продавая алюминий на противоположной стороне стоит гмк нарийский никель который продает платину и палаги по космическим ценам сейчас на противоположной стороне стоит полюс золото и полиметалл которые люди сейчас в ажиотаже в страхе кризиса будут покупать золото всегда смотрите на вторую сторону да то есть сделки без разницы Что это за сделка? Сделка купли или сделка продажи? Если продают, то понимайте, что нужно быть покупателем в этой истории. Друзья, у меня на этом все. Вот о чем хотелось поговорить. Надеюсь, что это было полезно. Оставьте комментарий, это действительно для вас было ценным. И напишите на ваш взгляд, где вы видите вот эти вот дисбалансы в настоящий момент. Про бытовую технику, соль, сахар, гречку мы уже проговорили. Где еще вы видите такого рода дисбалансы? И как сами для себя планируете использовать такие возможности? У меня сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи, всего самого хорошего. Пока-пока.